Друзья, всем привет! Меня зовут Алмиор. Наверное, каждый из нас, играя в Neverwinter, встречается с новыми людьми, знакомится, общается. И рано или поздно там приходится кому-то подсказывать, помогать, особенно в клане. Новичку какому-то или человеку, который взял там 70 уровень, как выставить билд, какой класс, как выставить там, что лучше для каждого класса, для каждой расы. И в этот момент многие новички или игроки, которые там достигли максимального уровня, 70-го, все, они стыкаются с такой проблемой, с такими проблемами элементарными, как, допустим, что нужно перебрасывать кубики. Или их раса не подходит к их классу, что они неправильно что-то выбрали. И приходится тратить деньги на жетоны переобучения, приходится тратить деньги на жетоны смены расы и все остальное. Давайте я просто сделаю несколько видео, которые вот в таких элементарных моментах могут помочь новичку, да, с самого начала, который хочет начать играть в эту игру, не делать каких-нибудь ошибок. Ну, в принципе, я хочу сказать сразу, что это сугубо мое мнение, вот в те моменты, которые я буду вам рассказывать. Но, возможно, для кого-то это мнение покажется правильным или эти советы окажутся нужными, да. Давайте перейдем к созданию персонажа. Заставку смотреть не будем, вы ее можете найти в интернете без проблем. Итак, сразу при создании персонажа нам дается выбор мужчина или женщина. Это никак не влияет на игровой процесс. Влияет на игровой процесс расы, да. У нас есть выбор расы. Есть расы бесплатные, полуорки, люди, эльфы, тифлинги. Есть какие-то там платные расы, не знаю, но из платных рас. Сейчас я вам скажу, что на мое мнение, самый лучший, самый универсальный, это драконит. Драконит, он у меня даже не купленный. Почему? Потому что это есть универсальный класс из-за значений и характеристики. Он дает две любых параметра на две единицы из характеристик. То есть, независимо, какой вы выбираете класс, он вам дает два основной, два второстепенной. Да, допустим, показатели крита и урона. Бесплатный, универсальный, это идет человек. Он дает два к значению одной характеристики, любой. То есть, допустим, силы он может дать вам два или ловкости дать два. Остальные же персонажи в этой игре, расы, они дают по два, ну, к различным. Допустим, да, вот эльфы дают два к ловкости, а также интеллект или мудрость. Орки дают сила, ловкость или выносливость. Да, вот давайте рассмотрим создание персонажа, допустим, на расе полуорк, да. Мужчина и женщина, повторюсь, не имеет смысла. Нажимаем продолжить. Дальше нам дается выбор класса. Какой класс для начала игры проще всего взять, освоить или профитней, выгодней будет вам. В игре. Конечно же, как в любой ММО, никто не хочет играть за, практически никто не хочет играть за танкующих, да. Это здесь идет, например, Страж и Паладин, да. Ну, или, соответственно, за хилеров, да, тоже не особо любят играть. Это Истовый Клирик здесь, хилищий персонаж идет. В основном люди любят играть, там, охотниками, берсерками, там, бесстрашными воинами. Ну, или, соответственно, колдунами всякими, дальниками или лавкачами. Для вас скажу, что для тех, кто начинает играть эту игру, не стоит выбирать охотника-следопыта. Мне кажется, это один из самых сложных классов в этой игре. Почему? Потому что здесь нужно комбинировать умения дальний бой, ближний бой. Только так вы сможете выдавать максимум урона. То есть, мы это называем, как играть, как на пианино. Довольно-таки сложный класс. Если вы хотите взять для себя что-то для начала попроще, можете выбрать Бесстрашного Война. Думаю, он самый такой легкоусваиваемый персонаж, массовик. И легко качаться будет, приятно. В домах очень хороший, практически самый высокий домах у него на оружии. Базовый даже идет на оружии. Так что мы, в принципе, сейчас и рассмотрим создание персонажа на классе Берсерк. Продолжим. Вот теперь самое основное, то, что нужно не сделать ошибку. Это значение характеристик. Нужно бросить кубики. Соответственно, у нас есть основной показатель. Это сила. И второстепенный. Это выносливость или ловкость. Соответственно, выбираем не ловкость, выносливость. А выбираем силу, ловкость. Вот этот персонаж, в принципе, более всего... Эта раса более всего подходит под этот класс, да? Он даже базово идет, как воитель. Он на рисунке стоит. Смотрите. Теперь нам нужно бросить кубики так, чтобы у нас было максимум силы и максимум ловкости. Почему не выносливости? Сейчас этот класс критовик. Сила дает нам урон. Прямой урон. Бонус к урону. Ловкость дает нам бонус к криту. Выносливость дает нам бонус к проникающему урону. То есть, к тому, чтобы пробивать броню врага. В принципе, он у вас будет и так этот показатель качаться. И в игре на данный момент он не столь важный, сколько крит. Здесь, здесь бросить кубики, как, в принципе, на любом другом персонаже, любой другой класс, любой другой расы. Я советую выкинуть, в принципе, два варианта. Или максимум выкинуть на основной и, соответственно, потом в старостепенные. Или уравнять основной старостепенным по важности. Да, допустим, сейчас, смотрите, мы сейчас поймаем силу 20. Вот, смотрите, сила 20. Выносливость, ловкость по 13. Соответственно, на максимум мы выкинули основной показатель. Это к урону, да, бонус к урону у нас будет максимальный. Ну и, соответственно, вторичный, это у нас идет выносливость, ловкость. Проникающий урон и крит. Мудрость, интеллект, обаяние у нас, соответственно, на минимуме. Ну, тут неважно, в принципе, что восьмерка выпадет. Но, смотрите, я не советую вот этот разброс кубиков. Почему? Потому что, если вы сейчас возьмете калькулятор и без вот этих бонусов плюс 4 сложите все, у вас получится 72 очка общих. То есть, вы 72 очка характеристик потратили на персонажа. Если же выбросить, допустим, показатель вот такой, да, смотрите, у нас на 1 стало меньше силы, на 1 стало больше ловкости. Соответственно, здесь все осталось так же само. Но здесь у нас стало 10 интеллекта вместо 8. То есть, у нас уже, если здесь взять калькулятор, соответственно, убрать вот эти 4 плюс 4, у нас уже здесь не 72 очка характеристика, а получается 74 очка характеристика. Максимум, я не помню, я бросал, ну, там в разбросе в диком было 76 вроде бы, но это тоже, ну, не стоит делать, потому что там вообще получится персонаж усредненный во всех характеристиках. Не знаю, стоит ли, может, там, на какой-то определенный персонаж, там, расу, класс, и, ну, допустим, на дамагера так не стоит делать. Можно оставить такой базовый показатель, да, он тоже довольно-таки неплохой. Почему? Потому что у вас крит идет изначально чуть выше, да, в дамаг чуть ниже. Но, в принципе, у вас за счет крита вы, и за счет вот здесь усредненных каких-то данных, вы, мне кажется, это даже лучше, чем 20 сил. Но, на мой выбор, мне кажется, лучше все-таки кинуть кубики так, чтобы вот эти два показателя, они были одинаковые, то есть по 18. Давайте попробую сейчас выбросить. Вот, вот, смотрите. Да, здесь стало на один меньше, но это самый максимальный показатель ловкости крита, который вы можете сейчас выдавить из персонажа. Очень многие сейчас, кто на берсерках играли, дошли до максимума. Не очень многие тратятся потом на жетоны переобучения, чтобы выкинуть вот именно вот эти два показателя одинаковые, чтобы крит был максимально высокий. Соответственно, ну, это мое мнение, но, мне кажется, на данный момент вот этот показатель самый лучший. Он точно так же, если прибавить, да, здесь 42, здесь 32, получается в общей сложности 74 очка характеристики. Мне кажется, можно создать, посмотреть, померить, зайти по дамагу, все. Ну, особо там, не знаю, докачаться до 10 уровня. Если вам не понравится, можно опять-таки удалить персонажа, создать новый и перебросить, посмотреть, как вам будет смотреться в другом, чтобы не тратить лишние деньги. Давайте пройдем дальше. Ну, в принципе, здесь уже показывать особо нечего, да, что у нас есть базовые настройки. Ну, неважно, можно взять, выбрать настройки, снять вот доспех, чтобы понять. И, смотрите, здесь есть основные вот характеристики, многие тоже этого не знают, да. Есть вот характеристика возраста, да, то есть вы выбираете внешность базовую, вы выбираете возраст, там, от молодого до старого, да, самого орка. Не знаю, тут не сильно видно. Ну, то есть, вот, то есть вы выбираете возраст, вот это лицо, это выбираете возраст. Затем, соответственно, настройки лица, вы можете уже изменять, там, глаза, волосы, что вы хотите. Точно так же настройки форма тела. Есть массивный орк, есть стройный орк. Вот, если массивный орк, то формы тела у него, соответственно, он по-любому массивный, он не может быть худым. Если форма тела стройного, то, соответственно, он не может быть огромным, да, Да, вот видите, членопречь все на максимуме, но он может быть огромный. То есть, если вы создаете персонаж... Это не влияет на игровой процесс, но просто тоже, чтобы вы при выборе внешности не тратили потом жетоны на переобучение. Тоже к этому подойдите более-менее серьезно, посидите, посмотрите, что вас устроит. Ну, соответственно, дальше мы идем в создание персонажа. Выбираем родину. Насколько я знаю, это тоже ни на что не влияет. Кроме как там какие-то там надписи под ником. То же самое божество мы выбираем. Это тоже ни на что не влияет. Выбираем имя произвольное или пишем сами свой любимый ник и начинаем приключения. Нас закидывают в игру. Соответственно, здесь будет небольшая обучалочка. Ничего сложного. Нужно будет подобрать пару шмоток, поговорить с парой персонажами, убить пару монстров. Слабо могу помещать. Слабо могу помещать. Нажмите клавишу F для взаимодействия с персонажами и объектами. Нажмите клавишу I, чтобы открыть окно инвентаря. Дважды щелкните по предмету, чтобы... С помощью клавиши F2 можно переключаться между режимом обзора мышью и режимом указателя. Проводник. Лагерный костер. Это зона отдыха, где герой может вылечиться, если не видят мой. В принципе, кому это видео показалось полезным, ставьте лайк. Ну, если не бесполезным кому-то, то это считает, что видео вообще не надо было писать. То ставьте дизлайк, конечно же. Я не обижусь, мы не гордые. Так что всем спасибо за просмотр. Смотрите следующее видео. Постараюсь рассказать еще что-нибудь полезного. Ну, всем пока-пока. Продолжение следует...